Всем привет, дамы и господа, у микрофона снова Мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, ну и мы продолжаем проходить игрушку под названием Лего Фильм Видео Игра 2. Собственно, мало-мало, очень мало человек, людей, давайте так скажем, поучаствовал в нашем интерактиве, в нашем интерактивном, так сказать, прохождении, ну, это я делал вывод, конечно же, по предыдущему второму видео. Хотелось бы, чтобы побольше это было, в смысле, мы можем взять белку? Атаковать белкой можно? Ни хрена себе, прикольно. Жалко, очень жалко, что мало-мало людей поучаствовало. А зачем нам это дело? Да, мы можем наклейки ставить, но зачем? Я вот бегаю по этому подружку, алипсису, или как он там называется, и просто, блин, сканирую все, я не знаю зачем, стикерган, ну, допустим. Допустим, и стикеры лепим, и... И... Зачем она нам надо? Ладно. Напоминаю всем и каждому, чтобы принять участие в нашем интерактивном прохождении и выиграть стимовские ключи, ну, лицензионные, естественно, которые вы можете активировать стим и получить какую-то прикольную игрушку себе в библиотеку. Вы смотрите первые четыре с небольшим минуты первого видео этого прохождения. Я там рассказал все условия, то есть как вам поучаствовать в этом интерактивном прохождении, что вам нужно делать, чтобы, собственно, стать участником. И напоминаю, что в каждом новом видео этого прохождения, начиная со второго, то есть вот второе, третье, четвертое видео, да, или как вы их любите называть серии, по одному ключу я буду раздавать, как-то так, ключик после второго видео я уже раздал, как-то так, отчет в нашей группе ВКонтакте есть. Опять же, можете по ссылке туда заходить, там я каждый раз делаю отчет о том, что я ключ победителю, ну, выбрал победителя и потом ключик ему даю. Ну, а мы пока что продолжаем проходить дальше игрушку Лего Игра, Лего Фильм Игра 2, как-то так. Я не знаю, как мы будем его называть, наверное, ну, наверное, просто Лего Фильм 2, типа того. Так, мы тут идем в пояс астероидов, мы здесь, по идее, должны очень интересного персонажа встретить. Вроде как его Рекс зовут. Ну, если, конечно же, здесь сюжет будет точно такой же, как и был в фильме. Ну, смотри, тут даже невесомость есть, типа. Так, смотрите, мы даже прыгаем, типа, так, а не, хотя бы, ну, вроде нормально прыгаем. Так, эти кристаллики бить нельзя. Так, нам куда? Нам надо куда-то туда идти, да? Из-за астероидов тут можно ломать, чтобы с них, типа, что-то добыть. Подожди, а наверх? Наверх нам? Ага, понял. Паркур! Полезли. Подожди, мы здесь должны... А, стоп. А я что-то вижу на миникарте, мы там можем взять... А, этот. А ну-ка. Секундочку, тут же можно взять... Эть! Главное, в пустоту не улететь. Уже суперблок где-то есть, да? Я вот прям на миникарте его вижу. Где он? Стой! Главное, куда-то вниз не улететь. Да, вот суперблок. Все верно. А я глазастый. Хе-хей! Теперь главное насад выбраться отсюда. Глаза мне не помогут выжить в этом поясе астероидов. Так, ну вроде персонаж нормально прыгает. То есть, второго прыжка более чем достаточно. Чтобы выбраться отсюда. Так, отлично. Первый суперблок взяли. Мы здесь, по идее, должны в этом поясе астероидов встретить одного сюжетного персонажа. Который немаловажную роль сыграет во всем повествовании, во всем сюжете. Это Рекс. Вроде так его зовут. О, Люси, привет. А вам что, было сложно озвучить это? Ну ладно. Так, думайте, инопланетные семена помогут нам найти другу кораблю. Семена на астероиде бы выворачивать. Нормально, ребят. Ну, норм. Не, на самом деле, мне нравится, что здесь немножко сюжет не так развивается, как и в фильме это было, да. Но, с другой стороны, почему нет? Я же посмотрел фильм. Я специально подготовился к этому прохождению. Сходил в кинотеатр на этот фильм. Подумал, типа, было бы неплохо... Ой, стоп. На Б. Так, нам нужен спринклер. Или так называемый разбрызгиватель. Я думал, было бы неплохо знать, что вообще здесь происходит, да? Там какая-то хрень летает. Какой-то корабль чей-то. Но, на самом деле, здесь сюжет взяли и поменяли. Немножко. Ну, то есть, не полностью. Но поменяли. Это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, немножко удручает. Что там летает? А, это вот эта хрень летает. Что она летает, я не могу понять. Точнее, не летает, а дрейфует, я бы сказал. Так, где-то здесь суперблок есть. А, вот и он. Я не знаю, зачем мы их собираем, но, наверное, они нам опять нужны будут. Так, а тут что у нас? Подожди. Нет, 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 нет. Сканирующий бинокль. А, ну-ка, давай просканируем. Что это такое? Все? А, я думал, мы что-то строить будем. Ну, ладно. Нет так нет, как говорится. На нет и сюда нет. О, Эммит сам забрался на эту хрень? Прикольно, он сам забирается. Я кнопку прыжка не жму. Интересно. Прям все мы паркуры здесь немножко разнообразили. Реально. Стало поудобнее. Ну, так, чуть-чуть, самую малость, я бы сказал. Так, давай все ломать. Нам же ресурсы нужны, с которых надо все строить, да? Так. Кстати, игра как-то странно фпс дропает. Не могу понять, в чем прикол. Так, а ну лети сюда. Оп. Есть. Оп. Так, и теперь надо это дождаться. Платформинг, ребят. Как старое, доброе. Побольше платформинга, поменьше тупых драк. Платформинг, головоломки. Вот это все, за что я в свое время лего игры и полюбил. Простые головоломочки, простой платформинг. Очень прикольный юморок. А зачем же лего играм что-то еще? О, сундук. Лутицкий. Давай, давай, давай. Сюда, сюда эту хрень. Мы какие-то новые блоки собираем, кстати. Нет, нет, нет. Ну, прощай. Хап. Фу на тебя. Гребаные лутбоксы. Мне там, кстати, в комментах кто-то написал, типа, а что такого, что в игре есть лутбоксы? Ну, как бы вам сказать, ребят? Лутбоксы сами по себе по определению это зло в играх. Сами по себе это зло. Поддерживать их ни в коем случае не нужно. Вообще никак. Это должно быть табу наложено на лутбоксы. На самом деле. В играх, тем более одиночных. Понимаете, лутбоксы в мультиплеерных фри-ту-плей проектах, это еще норм. Только фри-ту-плей. Все, что касается одиночных сюжетных игр, это зло. Поверьте мне, это зло. Это надо пресекать на корню. Так. Что это такое? Мы пока не знаем, что это. Но это, я вижу, пропеллеры. Наверное, мы как-то наверх полетим. Так. Тут, надеюсь, мы не просрем наши лутбоксы. Зеленая хрень какая-то. Так, взяли ее. Хорошо. Реликвия предмет. Окей. Взяли и взяли. Допустим. Кстати, можно просканировать много всего прикольного. Астероиды какие-то, да? Эти. Камень и стероид. Фонарь какой-то. Или что это? Прожектор космическая база. Это что такое? Мобильный сборщик камней. Чего? Каких камней нафиг? Инопланетная скала. Ладно, дружище, что ты хочешь мне сказать? Привет, нужно помощи. Я видел, как ваш корабль потерпел крушение и подумал, что это могло приложить... К этому могли приложить руку космопарня Блэктрона. Должен предупредить, здесь опасно. Кто знает, какая инопланетная тварь может поджидать за углом? Да ты что? А что это? Ого, даже так? Мне, кстати, кто-то написал в комментариях, такое ощущение, будто разработчики посмотрели мое видео с критикой студии Traveller's Tales Games. И честно, такое ощущение, будто да, эти разработчики посмотрели мое видео, прислушались ко мне и действительно решили сделать игру непохожей на предыдущую. То есть разнообразить игровой процесс. Это круто. Это, наверное, первая игра, которая из лего-линейки, которую я похолю из новых. Кажется, теперь все кристально чисто. Вот ваш корабль, но видок у него не особо. Похоже, вам пригодится помощь моего лагеря. За этими кристаллами вы встретите моего друга. Он поможет нам добраться до основной базы. Поехали. Так, суперблок мы, естественно, возьмем. Я просто вижу, у нас тут 3 из 10. По идее, нам, чтобы пойти дальше в новую зону, надо будет 10 блоков собрать. Ну, по идее. Мне очень хотелось бы, но по идее. Так и работает. Еще сундук, да? Просто они не совсем похожи на сундуки, если честно. Больше на какой-то хрень похожи. Непонятную. Ну, бери. Как эту хрень брать? Она неохотно берется, я бы сказал. Даже очень неохотно. Так, монетки. Ой, лего дупл опять. Ну, эти обычные, ребята. А вот этих надо переворачивать. Это прикольно, реально прикольно. Товер, значит, разнообразие, ребят. Спасибо, что проводили меня ко входу. Я его спущу. У нас тут целая защищенная база, типа, да? Да, смотри, тут прожектор какой-то. Ну, не прожектор, сканер. Блин, клево. Я вот реально хочу хвалить и петь эфирамбы пока что этой игре, потому что это первая лего игра из современных, которая пока что меня больше всего удивляет. И которая действительно видна, что разработчики пытались сделать игру. Они просто делали ее, как лего ниндзя. Знаете, на отвали сделали игру, типа, а, и так ставают. 2000 рублей ценник поставили, типа, а, нормально. Так эта игра стоит в стиме, кстати, 700 рублей, кажется, или 600. То есть и ценник у игры нормальный. Ну, вот у этой игры, лего фильма второго. И игра сама разнообразная. Я вот серьезно, даже немного не верю. Это точно Traveler's Tales Game сделали игру? Это точно Wonder Brothers издателем был? Чего так все хорошо? Где-то подвох точно должен быть. Так, нам надо как-то наверх, да, или куда? Опять что такое? Погрузчик такой. Тут целая реально космическая база. И камера опять в миссиях нормально. То есть мы его свободно можем вращать. То, что я, кстати, давно хотел в лего играх увидеть. Так, подожди. Давайте сканер возьмем. Ну, сканируй. Нет, тут просканировать ничего нельзя. Так, хорошо. Нам надо как-то попасть наверх. А может быть мы просто ударим, нет? А, нам нужен микроменеджер. Видите, там подсвечиваются эти схемы. Видите, вот эти вот блоки, они подсвечиваются. Если подсвечиваются, значит нам нужен микроменеджер. Где он только? Вот, микроменеджер. Давай. Давай, дружище, работаем. Стреляй. Отлично. Ну, блин. Чупальца, сделайте мне лесенку. Да, лесенка сломалась. Давай, работаем. Сейчас он еще обидится и еще что-то сломает. Ну вот, я же говорю. А, не. О, спасибо, спасибо. Мое уважение, рука Чупальца. Реально, мое уважение. Так, микроменеджер сдулся. Кстати, когда он ломается, он немножко ресурсов оставляет после себя. Прикольно. Так, а как там мой друг космический? Он там за мной идет? Нет? Или он на входе нас будет ждать? Так, здрасте. О, нет. Космопарни Блэк Трона повредили мост. Нужно его починить. Это наш единственный путь. Кто ты такой? Что за Блэк Трон? Где Рекс? Я просто думаю, что я не проспаллю. Не будет никаким спойлером, да? То, что я называю имя одного персонажа, которого мы должны, по идее, сейчас встретить. В этом скоплении стероидов. Просто прикол в том, что как бы вы не знаете, что это за персонаж и что он будет делать, да? Я вам не говорю. Я же говорю без спойлеров. Так, нам здесь нужен генератор. Просто персонаж по имени Рекс. Нам здесь нужен. Так, мост готов. Спасибо, что починили мост. Кто-нибудь в лагере наверняка сможет вам помочь. Так, ну да, нам дают эти супер-блоки. Нам надо еще пять штук собрать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. В темпе, в темпе, Эммет. Наших друзей забрали, надо их спасать. Это я влетел, конечно. По-царски. Все развалил. Просто своей жопой такой жилами раздавил. Такой дырель на Эммет задницы свои давит. Так, что у нас тут есть? Там я видел лутбоксы были. Это из главного, да? Это как у нас мистер-пылесос известный. Я буду пылесосить все. Тем более лутбоксы. Ну, сундуки, в которых лут валяется. Тем более фиолетовые. Главное, чтобы оно не упало. Отлично. Вот это, кстати, очень опасно. Сундуки тут стоят. Потому что тут этот лут может упасть. Осколки супер-реликвии. Что за супер-реликвия? Что это такое? А, кстати, мы можем меч себе взять. Базуки всякие. Вот эти все штуки, какие тут выпадали нам. Мороженое. Красный кристалл. Тут капец предметов. Ё-моё. Охренеть. Так, а что персонажи? Темпа можем взять, робо-бандита можем взять. И персонажи тут. Ё-моё. Ё-моё. Охренеть. Так, осколки супер-реликвий. Соберите осколки супер-реликвий из сундуков. Десять штук соберите, чтобы собрать супер-реликвию. И что это? А, это вот эту, наверное, супер-реликвию, да? Вот эту легендарную, наверное, да, реликвию можно собрать. Ну, типа того. Просто не знаю, что это еще значит. Ну, что-то светится там очень назойливо, с звуком таким. Ребята, я тут у вас базу немножко подкорректирую, да? Вы не против, надеюсь? А мы можем туда как-то запрыгнуть? Так, это тут, ребята, квесты всякие отдают. Но это мне неинтересно, я по сюжету хочу. Ну да, там сундук. Наверное, как-то туда можно попасть, но пока как, я не знаю. Ладно. Окей. Реально, лунная база. Так, смотри, тут еще лутбоксы валяются. Ну, сверху. А может быть мы сможем отсюда запрыгнуть? А ну, давай попробуем. Так, микросхема. То есть микросхема, просто схема. Это не микросхема, прыгун. Стоит тут, нет? Вроде здесь его можно подставить. А ну-ка. Производств у нас достаточно. Не, не хватает. К сожалению, не хватает. Ладно, разберем. Безотходное производство, ребят. Так, здорово. Эй, вы новенькие. Сейчас проход закрыт из-за Блэктрона. Я бы мог вам открыть ворта, если вам так нужно. Но за ваш страх и риск. Давай, открывай. Рисковать я люблю. Как говорится, I am the danger. Там еще лутбоксы. Все, открыто, спасибо. Я только заберу лутбоксы быстренько. Ну, сундучок. Просто он тут так просто валяется. И тут вроде еще был суперблок. Да, надо их тоже забирать. Вот мне кажется, подвох этой игры в том, что здесь вот много гринда, возможно, будет. И вот эти вот... То, что ты не сможешь, типа, пойти на какие-то задания сюжетные, да? Пока ты не выформишь какие-то... О, еще осколки мега-реликвии. Пока ты не выформишь что-то. О, давайте я, кстати, подкрою эту фигню всякую. Тут магазин открылся. Вот реликвый персонаж. Что за персонаж там откроется сейчас? Лорд-вампир, вау. А ну-ка, что еще? Ленни. А как звали нашего космонавта в синем? И может, вроде не Ленни звали. Спаркс. Я не знаю, что это за персонажи, но окей, есть и есть. До свидания. Удачи, я на сюжет пошел. Попутно пособирают тут всяких блоков. Не, прикольный уровень на самом деле. Обширный, тут по нему побегать прям можно. Так, ладно, погнали дальше. У нас тут сюжет вообще-то. Наши друзья, они ждут. О, сердечки, которые говорят. Hello. Good to see you. Так, поймал. Ой, черт, он взрывается же. Точно, чуть не забыл. И легендарное реликвию хранит. Ну, бери ее. Че я не могу ее взять? Че я не могу взять ее? What? А в чем прикол? Вот, взял теперь. В смысле, а че она раньше не бралась? Мда, странно. Так, тут надо построить, наверное, очевидно, да? Пригун. Отлично. Поехали. Эммет, наших друзей надо спасать все-таки. Бегать по этим уровням прикольно. Они реально очень интересные, но... Друзья наши ждут. Их похитили. Так. Отлично. Тут везде они... Вот эти лутбоксы. Вон, сверху один. Опа. Враги. Ну, теперь драки пошли. Да, давно не было драк. О, можно удерживать. А ну-ка. Y, B, A, X. Ну-ка. О, да. Это ж этот... Двухэтажная кровать. В первой части, помните, в первом лига-фильме такой же ММ-эд строил, в которой все спаслись? Клево было. Так. Микроменеджер нужен, да? Нет, стой. B. Микроменеджер. Сейчас мы это все дело сломаем. Так, стреляй. Не-не-не-не-не, сюда иди, сюда. Отлично. Какой послушный микроменеджер. Вот мы вот такие были в первой части. Такие же послушные. О, а вот и Рекс, кажется, да? Да-да, это он. Он, динозаврики его. Конечно, в фильме познакомились мы немножко не так, да? Там Эммет в космосе дрейфовал на своем вот этом вот корабле-домике, да? Ну, дом свой личный вот этот, Эммет, который превращался в космический корабль. И там нас Рекс нашел, типа спас. Да, это тот самый Рекс с бронежилет, о котором все знают. Космический авантюрист, дрессировщик, ящеров-археолог, ковбой. Не против, если я спасу тебя. Да-да. Эти глупые парни Блэк Трона устроили настоящий бардак в космолагере, но тебе удалось их проучить. Давай отыщем моих ящеров, а потом я помогу тебе убраться сюда. Давай. И это, как мы встретили так называемую легенду Рекс-демористов. Я пойду к его динозаврам. Первым, мы должны помогать ему спасать своих ящеров. Привет. На, это первый. Не забудьте отыскать моих ящеров. Так, вот один. Ладно, поехали искать его ящеры. Ну, кстати, у этого Рекса свой собственный космический корабль есть, и эти ящеры... У них у каждого из ящеров свое имя есть. Чтобы вы понимали. То есть, каждый ящерицу Рекс именовал. Ну, я отыскал. Первый. А, его надо прям в загон завести, я понял. Хорошо. Я думаю, типа, рядом надо с тобой поставить. Типа, вот твоя ящерка. Прикольно то, что реально у каждого ящера свои есть имена. Так, нам открыли кучу персов, за которых, кстати, можно поиграть. Ну, правда, не знаю, зачем нам в сюжете играть за них, да? Какой в этом смысл? Так, тут нам нужен разбрызгиватель. Желательно, чтобы сразу на три попало. Вот так. Ну-ка, поехали. Пока вы тут растете, я пойду лутбоксы заберу. Я не знаю, я называю сундуки лутбоксами, не знаю почему, просто нравится. Их называть лутбоксами. Ну, сейчас эта фигня опять, а не, суди, забралась. Надо, наверное, короче, просто на месте стоять, и она сама подбирается. Вот еще одна сверху. Их тут дофига. Реально дофига. Так, а нам надо как-то куда? А нам наверх и надо, кстати. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова